Ебатька! Такой хэштег был запущен белорусской официальной пропагандой. Я батька! Согласитесь, звучит смело. И этот хэштег, этот слоган был подхвачен, конечно же, белорусской оппозиции. И вот представьте себе, женщина-легенда. Когда о ней говорят или пишут, почему-то всегда используют именно это сочетание. Женщина-легенда выходит на улицу Минска с плакатом, где написано «Ебатька!» и протест против строительства атомной электростанции в Белоруссии. И ее тут же хватают и везут в тюрьму. В Окрестина, а потом в не менее знаменитая Жодина. И, конечно же, наши белорусские зрители догадались. Женщина-легенда – это Ирина Сухий. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! За что? Ебатька! Это же, ну, придумали реально с Лукашенко? Ну, я думаю, что, конечно же, не за «Ебатьку». Это, может быть, было просто поводом, потому что выходила я с этим плакатом на «Женский марш», а женщины в нашем белорусском протесте сыграли, я думаю, одну из ключевых ролей. «Воевай, башня, ты отуши меня!» «Уходи! Уходи! Отпускай! 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 Это наш город! Это наш город! Живе, Беларусь! Столько стоит совесть!» По ощущениям многих людей, они говорили, что после вот этого первого женского выхода с цветами и белых одеждах, как будто бы там что-то перещелкнуло. Ну, во-первых, выпустили очень много людей на следующий день, потом у нас был целый период разных маршей воскресных, женских и прочих, когда никого почти не трогали, и вот состояние на этих маршах было скорее такого праздника, чем борьбы. После большой акции минувших выходных было заведено порядка 250, 231, это по последним подсчетам, дел на организаторов этой акции. Это одно уголовное дело, в котором 230 человекам предъявляется вот это обвинение в организации. Я думаю, что это, скорее всего, только для того, чтобы подвесить людей в этом состоянии, что они как бы подозреваемы в уголовном деле, и, конечно же, если они вдруг пойдут еще на какую-нибудь демонстрацию или еще что-то, и будут задержаны, то это вот будет такое как бы... То есть, в общем, напугать, чтобы они никуда не ходили. Но, с другой стороны, выходит 100 тысяч, ну ладно, напугали они 200. Ну ладно, 100 тысяч минус 200, в общем, не такой же большой, как бы, урон. Хотя, я думаю, что из этих 200 половина тоже не напугается. Но если в самом начале протестов кадры из Белоруссии, из любого города или городка Белоруссии вызывали какой-то необыкновенный прилив, восторга, то сейчас очень страшно, когда Лукашенко начал стрелять, когда такое количество штампуют с уголовных дел, за вас страшно, хочется как-то приобнять, защитить. Вам не страшно? Что дальше будет? Ну, вы-то опытный боец, вы действительно давно в оппозиции мощный эколог, ну, вообще основатель экологического движения в Белоруссии. Ну, вам не страшно? Ну, вот все, вот мы разговариваем, делимся какими-то своими впечатлениями, и все такие, ну, страшно, но мы идем. И вот этот вот, то есть вот у меня дочки, они вообще поняли, что вот убегать точно не надо. Вот если ты не убегаешь, то как бы, то есть шанс того, что тебя задержат, уменьшается во много раз. Это вот как собаки бегают за кошками, если кошка убегает, они за ней бегут. То есть у нас, вот ощущение того, что мы не можем, нам нельзя остановиться ни за что, потому что тогда все эти люди, которые сейчас в тюрьмах, все эти там люди, которые уволены за свои политические взгляды, то есть, ну, вот, знаешь, ощущение того, что мы их бросим. Мы следим все время за тем, что происходит в Белоруссии, и для меня каким-то совершенно ужасным впечатлением было то, что, когда я читала вашу историю, что обыски были не только у вас дома, но и у дочки, у очень пожилых людей, у молодых людей, все, кто так или иначе с вами соприкасается. Вы будете превышены к административной ответственности. Меня, когда арестовали, у меня было, то есть административное дело за участие, а потом, когда я уже вернулась, ко мне приходит письмо, что, значит, закрыли дело. Я звоню и говорю, что вы там закрыли, я уже отсидела. Они говорят, отсидели вы за участие, а закрыли мы за организацию. То есть, в общем, они одновременно тогда тоже завели дело за организацию, но, видимо, никакой фактологии они не могли собрать и благополучно закрыли. Когда вы сидели под арестом в Акрестино, а потом один день в Жодино, почему-то вдруг, внезапно, неожиданно, какие были условия? Ну, у меня были нормальные условия. Я, похоже, то есть попала в какой-то такой период более-менее спокойный. Тогда еще были передачки от Красного Креста и всем женщинам, которые попадали на Акрестино, выдавали сразу пакет со средствами гигиены, с мылом, туалетной бумагой. Только женщинам, мужчинам не давали. Я тогда еще возмутилась и говорю мужчинам, что туалетная бумага не нужна, а не как это. Но потом, как выяснилось, я думала, что это уже такой налаженный процесс, и всем говорила, да не бойтесь, там самое необходимое у вас будет, там зубная щетка была, и большой тебе к пасты, если тебя вдруг на 30 суток отправят. Но это было всего 100, как выяснилось, 100 таких пакетов, которые раздали. Но это довольно быстро кончилось, и в то время еще передачи можно было, передавали каждый день. Потом в какой-то момент все изменилось. Сейчас передачи передаются один раз в неделю, и особенно когда людей переводят, например, с Акрестина в Жодино, в день, когда можно передать передачу, получается, что люди не получают передачи, и остаются без вещей первой необходимости. Потому что если тебя забрали на марш в воскресенье, а первая передача у тебя может быть в четверг, а в четверг тебя перекидывают в Жодино, вот так ты и остаешься без какой-то там поддержки и теплых вещей, тоже средств гигиены. Я была, ну, то есть было нормально, то есть было неприятно, конечно, это все не санаторий, но это было не то, что было с Левченко, например, когда у нее отобрали матрасы, и она спала на железных этих самых. Да, но это еще делалось специально, когда отобрали и матрас, и выключили воду, канализацию, отопление, в общем, тут даже дело не в передачах, не в Красном Кресте, а в создании специальных пыточных условий, абсолютно осознанных. И ведь это же тоже белорусы. Да. Как вы думаете, этих людей нужно будет выявить и наказать? Я думаю, что всех, кто совершал преступление, всех, конечно, нужно судить. Но, условно говоря, злых надзирателей просто нужно лишить работы. Просто без возможности, то есть если там не били, не насиловали, то достаточно просто лишить работы. Мы очень поддерживаем Беларусь, очень поддерживаем белорусов, и когда я слышу о том, что разнообразные фонды стараются помогать уволенным, стараются смягчить ваши удары. Вы это чувствуете, что вы не одни? Ну вот то, что случилось с белорусским обществом этим летом, оно удивительно, потому что раньше было ощущение, вот не было ощущения того, что тебя поддерживает много людей. Было ощущение, скорее, того, что, ну вот как мы там против АЭС боролись, такие один в поле войн, значит, машешь этой, не знаю чем, Орхусской конвенции. И не чувствуешь никакой поддержки, хотя казалось бы, белорусы после Чернобыльской катастрофы должны были там все подняться против строительства АЭС, а все так тихонько сидели, типа, не наше это дело, ну или верили там пропаганде, не знаю, что у нас как бы без атомной энергетики никуда, а тут все изменилось. Здесь ты, ну то есть люди просто, если просят о помощи, то есть я все время там в пяти из десяти случаев не успеваю там перечислить деньги или там предложить там, что я могу на машине куда-то подъехать, потому что это уже все. То есть все, то есть объявленная необходимость помощи удовлетворяется очень быстро и в как бы в преувеличенном размере. То есть там один, одного парня, тоже у него там уголовное дело, он сфотографировался с этим бронсбойтом, который сняли с водомета. И отец собирался продать там, продать свою дачу за пару тысяч, потому что не хватало денег на адвоката. За, по-моему, шесть часов ему 20 тысяч белорусских рублей перечислили просто мгновенно, а он собирался за 2 тысячи продать дачу. Ну вот оно вот так сейчас работает. То есть как бы с перехлёстом, с какой-то отдачей. Удивительно. А ваша экологическая повестка, то есть вы все равно выходите на марш со своей повесткой. Она сейчас стала более популярна, поддерживается? Нет, сейчас, конечно, экологическая повестка ушла на второй, если не сказать, на третий план, потому что, конечно, многие вещи будет легче решать, если изменится режим, если изменится вот эта политическая ситуация. Но то, с чем мы все равно выходим, потому что АЭС запускает сейчас. И, к сожалению, уже запущена ядерная реакция. И у нас есть большие опасения о качестве строительства, о качестве эксплуатации впоследствии. И хорошо бы ничего другого не случилось. Литва вот уже раздаёт своим жителям йодные таблетки. на всякий случай. Потому что в Беларуси запущена атомная станция? Да. Для кого ещё, может быть, опасна эта станция, кроме Прибалтики, кроме самой Беларуси? Ну, если, опять же, вспомнить Чернобыль и посмотреть на карту загрязнения, то вообще-то там первые, по-моему, шведы сообщили, что что-то не так. Шведы, шведы. А очень довольно большие и до сих пор чувствует Австрия те выбросы, которые случились, и то, что выпало в Австрии, кстати, недалеко от Вены. Там до сих пор территории заражённые, где они не могут использовать их для сельскохозяйственных нужд. То есть, в принципе, минимум тысячи километров должно рассматриваться как территория, которая может быть подвержена загрязнению. То есть, соответственно, Россия тоже может, потому что, ну, Беларусь-то всего там, не знаю, 500 километров от той стороны до восточной. Кстати говоря, Чернобыльское облако, оно накрыло не только Швецию, но дошло ещё и до Турции. Так что... Вы чувствуете, наверное, своё поражение, нет? Ну, это, конечно, очень грустная история. Я не знаю, наверное, я не чувствую своего поражения, может быть, скорее всего, потому что сейчас происходит как бы на другом плане. И, ну, запустили АЭС, но есть надежда, что когда поменяется режим, когда... То есть, у нас будет демократический режим, и у нас будет возможность реально обсудить необходимость этой АЭС и какие последствия она несёт, то, возможно, всё-таки в скором времени удастся её заглушить. Мы вот в этом году специально считали и пытались как-то донести. Может быть, мы не самые продвинутые экономисты, и, ну, посчитали на основании тех данных, которые у нас были. И получилось, что, в принципе, АЭС каждый год будет приносить 500 миллионов убытков Беларуси, а не прибыли. Потому что, то есть, сопутствующие расходы, которые, ну, вынуждены сейчас нести Беларусь, и в том числе выплачивая кредит, то есть не запускать, нам показалось, будет выгоднее, чем запускать. Но вы участвуете в запуске другой реакции, позитивной реакции, в реакции как раз этой силы, которая может снести к чёрту вот это вот, вот это то, что мы всё время видим в лице Лукашенко. Вы очень опытный человек, очень наблюдательный и очень хорошо знаете Беларусь. Как вы думаете, что будет дальше? Заглянуть бы в будущее, я думаю, что это будет, наверное, не легкие, не самые простые изменения. Но, тем не менее, вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот это вот самоорганизация, то, что белорусы начали брать на себя ответственность за свои жизни, вот они, то есть, в большинстве своём перестали уповать на, там, батьку. Он поэтому и звался батькой, что вот я, типа, за все, то есть, обо всех позабочусь. Когда всё, я думаю, что всё началось с ковида, когда все поняли, что никто особенно не заботится о людях, о здоровье людей. И, в общем, если мы хотим хорошо, хорошо жить, то нам нужно отвечать за себя, за то, как мы хотим жить, что мы хотим делать, за принятие решений в стране. И вот это вселяет в меня надежду, что всё-таки мы не перевалимся, там, после авторитарного режима в какой-нибудь, там, хорошо, что у нас нету мегаолигархов, то есть, если только российские не придут. Вот, то есть, как бы, чтобы в Белоруссии всё-таки получилось у нас реально демократическое государство, где мы можем всерьёз влиять на принятие решений, и тогда у нас всё получится. Я, например, бы не хотела бы уже никакой президентской республики, а предпочела бы парламентскую. Но здесь уже вот это... Вот это вот вопрос, который будет дискутироваться, да, который будет решаться, когда всё поменяется. Я думаю, что вот белорусы сейчас показали тем, что они, в общем, уже готовы к парламентской республике, не нужен нам сильный лидер, потому что вот то, что сейчас происходит же, нету вот там, не знаю, Ленина на броневике, или там Ельцина, на чём он на танке был, или кого-то ещё, кто руководит. И при этом происходит и координация, и какие-то обсуждения. И я думаю, что мы вполне готовы к демократической республике. А как вы думаете, почему у белорусской революции, это, конечно, революция, женское лицо? Безусловно, женское. Все задают этот вопрос. И я тоже думала, в чём же... Ну, что же такое? То есть я думаю, что это просто, наверное, ну, какой-то наш ответ. Ну, Лукашенко, наверное, задел самолюбие белорусских женщин, сказав, что конституция у нас не под женщину. Ну, а ещё другая штука, когда вот наши, там, вот эти первые дни, вот это жуткое избиение, и, конечно же, там женщинам тоже попадало, но в основном, конечно, это были мужчины. И вот это вот, ну, вот порыв это прекратить и защитить наших, там, мужчин, наших, там, детей, в том числе, он, наверное, такой присущий женской натуре. То есть мы не пойдём, как бы, воевать, но мы пойдём защищать. Ну, вот смотрите, в Молдове тоже может победить Майя Санду, например. Может быть, наступает он, женский век? Может быть. Ну, вот я про Беларусь думаю, что у нас, конечно, есть разные женщины, есть там феминистские, есть активные, есть домохозяйки, но вот в этом каком-то действии, то есть мы объединились все, независимо от наших взглядов, то есть патриархальные какие-то они, или там феминистические, но вот то насилие, которое произошло, оно вызвало одинаковую реакцию у разнодумающих женщин. И вот поэтому, наверное, мы все и вышли. А вы себя видите в новом правительстве или в новом парламенте, вообще в новой власти? Вот это очень... Так, это... Это... У меня были разные периоды в жизни. Мне было очень как-то горько. Вот после 2006 года, когда стало ясно, что Лукашенко здесь надолго, и какие-то, наверное, мои самые сильные годы, когда мне там было 40+. И вот тогда у меня было ощущение, что сейчас бы все поменялось. Ну да, министром экологии, окружающей среды, я бы с удовольствием претендовал бы, наверное, на этот пост. Потом через 15 лет вот этого режима Лукашенко когда-то недавно еще, ну, до всех этих событий, кто-то говорил, спрашивал у меня. Я говорю, да уже все. То есть время прошло, и очень жалко, что это время проходит у других людей, которые моложе меня, которые могли бы что-то полезное сделать для страны. Сейчас, конечно, как это, настроение опять меняется. Конечно, скажите об этом Трампу и Байдену. Да, я не знаю, потому что вроде как, как раз опять открывается вроде возможности, необходимость в моих каких-то знаниях, опыте. Ну, я точно хочу участвовать в принятии решений. На каком это будет уровне. Может быть, вообще нужно пойти в какой-нибудь на местный уровень и сделать в каком-нибудь небольшом, на небольшой территории, сделать все, что там я могу и в моих силах, чтобы это было какое-то сбалансированное, устойчивое развитие. Не лезть в парламент, не лезть там, типа, в министры, а сделать вот какое-то очень конкретное и по силам. Вот может быть, может быть, я туда вот таким образом буду участвовать в новой жизни. Но пока еще нам нужно победить. Что нужно делать, чтобы ускорить процесс неизбежного ухода Лукашенко? Ну, этим вопросом мы мучаемся каждый день. Мы настроены просто не останавливаться. Пока измором мы не возьмем режим. Что нам кажется привело бы к более быстрому уходу Лукашенко, это, конечно, прекращение Путиным поддержки Лукашенко. То есть, вот если бы Путин не поддержал Лукашенко там, в начальных этапах, не признал выборы честными, не пообещал там какую-то военную ОМОНовскую помощь, не дал, конечно, этих жалких полтора миллиарда, которые, собственно говоря, уйдут обратно в Россию, как погашение задолженностей, я думаю, что Лукашенко было бы тяжелее и, возможно, он бы уже давно ушел. Но я хочу сказать, знаете, другую мысль, которую мы, не знаю, может быть, месяц назад вдруг поняли, что если бы передача власти случилась вот там, типа, в августе, то мы бы остались в той же самой Беларуси с большинством людей, которые привыкли вот к этому патерналистскому подходу, ждали бы, чтобы государство о них будет заботиться, что оно им должно, требовали бы от Тихановской, чтобы, не знаю, пенсии повысило, зарплаты. А то, что этот процесс у нас длится несколько месяцев, и мы вынуждены самоорганизовываться, как координироваться, вырабатывать, то есть у нас есть время, мы начинаем думать о том, о какой же стране мы хотим жить. И вот, как бы, для меня вот нация взрослеет, или дозревает, или там настаивается, как там вино настаивает, выдерживается. И это очень ценный процесс, потому что по-другому на это бы ушли десятилетия. Мы за несколько месяцев научились разговаривать, научились поддерживать, и это просто чудесно. Поэтому, может быть, и хорошо, что все это не так быстро, но главное, чтобы не так долго, чтобы у нас еще остались силы и потом строить эту новую Беларусь. Так и будет. Живе, Беларусь! Живе, вечно! Спасибо! Живе, Беларусь!